Вода из кранов в поселке перестала течь еще в начале декабря. Вместе с водой исчезло и тепло. У жителей сухой паек. Стратегия выживания у каждого своя. С просьбой выяснить причину и восстановить работы водопровода жильцы звонили и писали во все инстанции. Дошли до аппарата президента. Но живительная влага в домах так и не появилась. Единственная радость – зима на дворе. Можно топить снег. Долгое время комментировать сухой закон солнечного управляющей компании и администрации города отказывались. Однако на днях согласились выехать на место, чтобы выяснить причину засухи. При выезде к комиссионному установили, что трубопровод непосредственно врезан в накопительной емкости. Водопровод этот был смонтирован в 73-74 году. По заверению дирекции тепловодоснабжения Шипилова, этот водопровод у них на балансе не состоит. Он проведен был в частном порядке и в настоящее время проходит по территориям частных домовладений. В связи с чем в настоящее время поменять эту трубу практически невозможно. Новая колонка, по словам руководителя исполкома, должна упростить добычу воды. Одновременно с ее установкой начнутся работы по поиску затора в трубе. Мы ее проведем в шурфовании, откроем эту трубу, посмотрим ее состояние и рассмотрим возможность ее промывки. Полностью вернуть воду в переулок можно будет лишь после прокладки нового трубопровода. Совместная работа водоканала «Игоргаза» по составлению проектно-сметной документации, уверяют в администрации, уже начата. Ольга Морская, Новости Татарстана.